Амперфект Еще на первом курсе Истфака автору пришла в голову мысль заполнить лакуну во всемирной истории, написав историю народов, живших между культурными регионами Западной Европой, Левантом, Ближним Востоком, и Китаем, Дальним Востоком. Задача оказалась сверхсложной. Ее нельзя было решить без помощи географии, потому что границы регионов за исторический период неоднократно передвигались, этническое наполнение Великой Степи и сопредельных с нею стран часто менялось как вследствие процессов этногеназа, так и из-за постоянных миграций этносов и вытеснения одних мировоззрений другими. Не оставалась стабильной и физико-географическая обстановка. На месте лесов возникали степи и пустыни как из-за климатических колебаний, так и из-за хищнического воздействия человека на природную среду. Вследствие этого людям приходилось менять системы хозяйственной деятельности, что в свою очередь влияло на характер социальных взаимоотношений и культур. Да и культурные связи привносили в мироощущение населения евразийского континента разнообразие в каждую эпоху специфическое. Все эти компоненты исторического процесса так тесно связаны между собой, что опустить какой-либо из них невозможно. Но если добавить к ним уточнения хронологические, генеалогические, социологические и тому подобное, то получится, что книга окажется собранием разнообразных сведений и, сообщая читателю что и кто, не будет содержать ответы на вопросы «как», «почему» и «что к чему», ради которых предпринято ее начертание. Очевидно, для решения задачи надо применить подходящие приемы исследования. Для описания событий, происходящих в Восточной Евразии, была применена методика подачи по трем уровням. Самые мелкие детали, необходимые для уточнения хода событий, были описаны в статье традиционными приемами исторического исследования. Этих статей, исторических, географических и археологических, пришлось написать более ста. Второй уровень – обобщение. Дал жизнь специальным монографиям. Хунну – 1960 год. Хунны в Китае – 1974 год. Древние тюрки – 1967 год. Поиски вымышленного царства – 1970 год. Открытие Хазарии – 1966 год. Все они были выполнены также традиционными приемами, за одним исключением. Они были написаны не академическим языком, а забавным русским слогом, что повысило усвояемость текста и расширило круг читателей. Однако главная цель достигнута не была, ибо был оставлен без ответа вопрос, где начало и концы, то есть границы историко-географических феноменов. Поэтому пришлось специально разобрать теорию происхождения и исчезновения этносов на фоне изменяющейся природной среды. Только после этого появилась возможность перейти от описания истории к пониманию ее как ряда закономерных процессов биосферы и социосферы. Но поскольку биосфера, как и вся поверхность Земли, мозаична, то столкновения этногенезов друг с другом неизбежны. Тогда явилась необходимость в еще одной книге, а именно в этой самой, ныне предлагаемой читателю. Но стоит ли задача такого труда, который необходим для ее решения? Стоит, и вот почему. В истории человечества не все эпохи освещены равно. Там, где процессы социогенеза, этногенеза и ноогенеза, развития культуры, протекали без нарушений со стороны враждебных соседей, историкам было легко. При столкновениях этносов или государств трагические последствия просто фиксировались, и одна из сторон объявлялась виновной в бедствиях другой. Но там, где вся канва истории проходила в зоне антагонистического контакта, уловить закономерность очень трудно. Поэтому эти разделы истории остались либо ненаписанными, либо написанными крайне бегло и поверхностно. А жаль, ибо именно эти эпохи имели важное значение не только для их участников, но и для всемирной истории. К числу таковых относится период IX-XII веков в Юго-Восточной Европе. Здесь происходили контакты славян с русами, кочевников с оседлыми, христиан с язычниками, хазар с евреями. Все было перемешано и перепутано до тех пор, пока Владимир Мономах не внес вооруженной рукой ясность, после чего стало наконец понятно, где свои, а где чужие. И тут постоянно возникает обывательский вопрос. А зачем изучать процессы, которыми мы не можем управлять? Есть ли в этом практический смысл, оправдывающий затраты труда и материальные потери? Ответим примерами. Управлять землетрясениями или путями циклонов люди не умеют, но сейсмография и метеорология помогают спастись от стихийных бедствий и, наоборот, использовать благоприятные условия с наибольшим эффектом. Ведь не все равно при цуннаме, предотвратить которого мы не можем, уйти на ближнюю гору или дать океанской волне смыть себя на дно. Ради собственного спасения необходимо изучать вулканическую деятельность, такую же стихийную, как этногенез. Принцип этногенеза, угасания импульса вследствие энтропии или, что тоже, утрата пассионарности системы из-за сопротивления окружающей среды, этнической и природной, не исчерпывает разнообразие историко-географических коллизий. Конечно, если этносы, а тем более их усложненные конструкции, суперэтносы живут в своих экологических нишах, вмещающих ландшафтах, то кривая этногенеза отражает их развитие достаточно полно. Но если происходят крупные миграции, сопряженные с социальными, экономическими, политическими и идеологическими феноменами, да еще при различном пассионарном напряжении этносов, участвующих в событиях, то возникает особая проблема. Обрыв или смещение прямых, артогенных направлений этногенезов, что всегда чревато неожиданностями, как правило, неприятными, а иногда трагичными. Если при таких коллизиях этнос не исчезает, то процесс восстанавливается, но экзогенное воздействие всегда оставляет на теле этносорубцы и память об утратах, часто невосполнимых. Суперэтнические контакты порождают нарушения закономерности. Их следует всегда учитывать как зигзаги, само наличие коих является необходимой составной частью этногенеза, ибо никто не живет одиноко, а отношения между соседями бывают разнообразными. При взаимодействии двух систем задача легко решается противопоставлением «мы» — наши враги. Но при трех и более получить решение трудно, а именно три этнокультурные традиции столкнулись в Восточной Европе в IX-XI веках, и только в XII веке зигзаг истории был преодолен, после чего начался культурный расцвет при пассионарном спаде, то есть инерционная фаза этногенеза. Это уникальный вариант этнической истории, и тем-то он представляет интерес в ряде аспектов, о которых речь пойдет далее. Эволюционная теория Дарвина и Ламарка была предложена для объяснения видообразования, а этногенез — процесс внутривидовой и специфичный. Уже потому применение принципов эволюции к этническим феноменам неправомерно. Этнические процессы дискретны, прерывисты, а исключения из этого правила — персистенты, твердые и устойчивые, не продлевают свою жизнь, а останавливают ее, как Фауст остановил мгновение, но ведь тут-то его и зацапал Мефистофель. Значит, для динамичного этноса такое решение проблемы бессмертия противопоказано. Для реликтового этноса-персистента возможны кроме полной изоляции три пути. Первый — ждать, пока истребят соседи. Элиминация. Второй — включиться в живущий суперэтнос во время смены фасы укрепиться в нем. Инкорпорация. Третий — рассыпаться розно. Дисперсия. Все три варианта можно проследить всего за один век — двенадцатый. Этот век как бы антракт между надломом мира ислама, реанимацией Византии и детским буйством христианской Европы, пышно названным крестовыми походами. Здесь легко проследить вариации соотношения Руси и степи. Этим занимались самые замечательные историки восемнадцатого-девятнадцатого веков, вследствие чего следует ознакомиться с их представлениями, но, конечно, под углом зрения этнологии, ибо эта новая наука уже показала, на что она способна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова